Более 125 тысяч жителей городского округа Люберцы сделали прививки от гриппа с начала сентября. С наступлением осени иммунитет слабеет и ему необходима помощь в защите от болезней. Поэтому люберецкие медики напоминают основной метод борьбы с вирусами, особенно с вирусом гриппа, это вакцинация. В этом году она началась в конце августа и продлится до 15 ноября. Единственная надежная и простая защита от заболевания гриппом – вакцинация. Делается она ежегодно в период сезона повышенной заболеваемости. Для этого желающим необходимо иметь при себе медицинский полис и обратиться с ним в регистратуру по месту жительства или записаться на прием к врачу. Если человек прививается каждый год, то практически все эти привитые гриппом не болеют. Кто прививается не каждый год, но все-таки привился перед началом данного эпидсезона, как правило, если и заболевают, то переболевают в легкой форме. Так что прививаться надо, это моя настоятельная рекомендация. На всяком случае могу сказать, что в этом году пока эпидситуация спокойная по гриппу, вообще по России. И эпидемии пока нет. А прививаться как раз надо, не дожидаясь начала эпидемии. Первые симптомы гриппа – слабость, сильная головная и мышечная боль температура. В таких случаях главное не заниматься самолечением, а необходимо обратиться за консультацией к врачу. Они советуют в период заболевания лучше отложить вакцинацию до полного выздоровления, а также необходимо провериться на наличие противопоказаний. В случае здорового состояния прививку делать можно. Да, делаю с удовольствием каждый год и очень хорошо помогает, я не болею практически. Есть две категории людей, которые за вакцинацию населения и против. Против, как правило, тех, кто сделал эту процедуру единожды, не добившись желаемого результата. Но не забывайте о том, что каждый организм индивидуален. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.